Такого развития Ярославский полигон Скокова не видел никогда. На территории красуются новые грузовики, промышленный грейдер, перестраивается весовая. Переоборудование и закупка техники идет в рамках программы новой экологической политики, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым и поддержанной президентом страны. Президент сказал, что нам необходимо не просто брать деньги за, так скажем, захоронение отходов, необходимо разделять, необходимо сортировать, необходимо проводить природоохранные мероприятия. Сегодня здесь мы видим, что это проходит, это соответствует. Более того, скажу, что наша задача сделать, наверное, несколько таких полигонов на территории Ярославской области и уйти от того огромного количества малых свалок, не побоюсь этого слова сказать, которые сегодня есть, а их порядка 20. В ближайшем будущем на полигоне заработает мусородробительный комплекс. Здесь собираются перерабатывать дерево, автомобильные покрышки и железобетонные конструкции. На территории полигона Скокова реализуется определенная программа общей стоимостью 322 миллиона рублей. Значит, в нее входят несколько позиций по развитию материально-технической базы. Назову основные. Это строительство очистных сооружений, приобретение техники, уплотнителей, грейдера. На межбюджетный трансфер московский закуплена уже техника 4 КАМАЗа Грейдер-Люгонг, плюс заключен договор поставка в марте 3 бульдозера КАМАЦу. На март мы должны разместить закупку по позиции очистные сооружения, и мы должны разместить позицию по закупке мусороплотнителя бомок. Закупка очистных сооружений позволит избежать попадания грязной воды в реки и водоемы. По периметру появился забор. Теперь к месту захоронения посторонние не пройдут, не будет поджогов и неприятного дыма. Почти 10 миллионов рублей ушло на строительство на полигоне дорог. Юрий Кораблев, Денис Ромашов. День в событиях.